Это очень вкусно. Здесь можно просто ходить, гулять и в конце концов просто получить, знаете, какое-то умиротворение. Здесь действительно прям душой отдыхаешь. Ну вот я и дошла до озера Кабан. Посмотрите, какая красота. Просто потрясающе. Я сейчас пройду вдоль набережной. Ой, тут так здорово. Обалдеть. Хотите почувствовать дух Казани? Приходите сюда. Просто посидеть, посмотреть. Сегодня очень насыщенный день. Очень многое посмотрели. Хочется еще что-нибудь посмотреть. Время уже ближится к вечеру. Надо пять минут посидеть и можно идти дальше. Друзья, приезжайте в Казань, хотя бы на выходные. Здесь здорово. Озеро Кабан. Есть много версий, почему оно так называется. Мне нравится легенда о болгарском князе Кабанбеке, который во времена захвата Тамерланом города Болгар бежал на север и укрылся на берегах большого озера. Воды озера оказались лечебными и исцелили князя Атран. Он остался здесь жить. Так за озером и закрепилось название Кабан. Только очень волнует, хватит ли памяти на моем телефоне. Надеюсь, что да. Вода с фонтаном на лицо. О, как здорово. Ну, прям термальная вода. На лице прям ощущается влага. Это фонтана. Здорово. Здорово. Освежает. Вообще просто супер. У меня очки все в капельках. И все все в капельках. Как здорово. Радугу видите в центре большого фонтана. А я вижу. Радугу видите в центре большого фонтана. А я вижу. Вокруг озера Кабан ходит очень много легенд. Одна из которых – легенда про ханские сокровища. Когда Казань осаждала войско Ивана Грозного, казанские ханы побросали в озеро свои богатства, чтобы они не достались русскому царю. У Габдулу Тукая, известного татарского поэта и писателя, есть слова. С тех пор лежат сокровища на дне. Да как ты их разыщешь в глубине? На утешение есть у мудрецов. Ведь высохнет вода в конце концов. Вот такая интересная история. Мне очень хочется посмотреть еще одно место. Я попробую, хотя бы одним глазком. Друзья, я на месте. Наверное, адрес будет перевернутым. Но, тем не менее, я добралась. Это еще одна маленькая пешеходная улица в Казани. И я хочу посмотреть ее сама и заодно показать вам. Субтитры создавал DimaTorzok От нас вы увезете с тобой самое верное средство и повод для встречи с друзьями, родными и любимыми. Приглашаю вас к друзей к чаю. Родинки к тебе. Давай пожаловать. Здесь в Тихих Гориках есть столики, где можно, наверное, заказать чай, посидеть и спить вкусного чая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему котики в Казани? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 где можно, что нам нужно предпринять, что лучше. И ей посоветовали, что в Казани, в Татарстане, есть такие коты, которые ловят мышей и крыс. И она поехала вместе с людьми, подчинёнными, приехала сюда, в Казань, набрали 30 котов, выбрали самых хороших и увезли в Санкт-Петербург. Она тоже не верила сначала, что они изловят всех котов и крыс, и мышей, и что Эрмитаж спасут казанские коты. Так это и случилось. Эти коты наши казанские переловили всех мышь и всех крыс. Коты были большие такие, и она их кормила после отборным мясом говядины, и спали они на пуховых подушках. И остались так они жить в Эрмитаже. Так и в Санкт-Петербурге сделали памятник казанскому коту. Ничего себе! Да! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Такая тихая, спокойная пешеходная улица есть недалеко от озера Кабан. А мне пришло время немножко отдохнуть и собираться к вечерней экскурсии. Ну вот, у нас уже вечер, и мы отправляемся на вечерней экскурсии. Огни ночной экскурсии. Огни ночной Казани. Надеемся, будет интересно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал.